В эфире программа «События» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Четвертый подозреваемый в деле об убийстве семьи Гоштов задержан сегодня. Следствие, уверенно, именно он стал организатором преступления. Дождь празднику не помеха. Самарцы отметили 1 мая, тематические площадки на земле и вертолеты в воздухе. Каким станет Куйбышевский район уже в этом году? На встрече с жителями обсудил глава Самары Олег Фурсов. Знай наших! В Самаре появился трамвай с портретами спортсменов. Из Франции с триумфом! Самарские школьники завоевали медали на международном фестивале детского и юношеского творчества «Роза ветров». Трое подозреваемых в убийстве замначальника штаба областного главка МВД Андрея Гошта и членов его семьи начали давать признательные показания. Напомним, их задержали 1 мая спустя неделю после преступления. Еще одного четвертого предполагаемого убийцу задержали сегодня в московском аэропорту, куда он прилетел рейсом из Таджикистана. По версии Соловяков, именно этот человек был организатором преступления. Охран Захрабов, Роман Фаталиев и Ислам Бабаев – это именно трех уроженцев Азербайджана, подозреваемых в убийстве Андрея Гошта и членов его семьи. Двоих предполагаемых злоумышленников задержали под покровом ночи. Это кадры оперативной съемки. Третьего подозреваемого задержали днем на автобусной остановке. Группа захвата сработала молниемостно, не оставив злоумышленнику ни малейшего шанса. Над раскрытием преступления работало более 300 человек – представители МВД, ФСБ и Следственного комитета. Сейчас с задержанным продолжают работать следователи. По решению Сызранского суда, ближайшие два месяца подозреваемые проведут под стражей. Сделано главное. Преступники изобличены и задержаны. Я авторитетом вам заявляю, все они причастны к данному убийству. И трое из них полностью признают свою вину и рассказывают о событиях ночи 24-го числа. Жертвами убийства в Ивашевке стали шесть человек. Это Андрей Гошт, его жена, родители, брат и его супруга. Спастись удалось лишь семилетней племяннице полицейского. За ее жизнь долго боролись врачи. Сейчас ее состояние оценивается как стабильное. С какой целью злоумышленники пошли на убийство, пока не ясно. По предварительной версии, все они находились в состоянии наркотического опьянения. С места преступления были похищены личные вещи Андрея Гошта. Это барсетка, в которой находилось удостоверение полицейского, 5000 рублей, айпад и зарплатная карта. Все это силовики обнаружили недалеко от места убийства. Вещи вместе с орудиями преступления, дубинками и жестким диском, на котором есть запись с камер видеонаблюдения, были закопаны в яму глубиной в один метр. В ходе расследования многие вопросы будут разрешены. На это нужно время и все обстоятельства совершенные, в том числе и потому, кто как наносил удары, кто кому. Все это в ходе расследования, при назначении огромного количества различных экспертиз, все это будет установлено. Кроме того, в ближайшее время в Сызрань будет доставлен четвертый предполагаемый убийца, который сразу же после преступления сбежал в Таджикистан. А сегодня, как сообщают силовики, был задержан в московском аэропорту. По предварительной версии, именно этот человек был инициатором преступления, и он сможет ответить, какова была цель жестокой расправы. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События. Дождь не помешал самарцам отметить 1 май. На торжественный митинг на набережной собрались тысячи людей. Поздравить горожан с праздником приехали первые лица губернатора Николая Меркушкина, глава Самары Олег Фурсов. Завершился митинг красно-красочным авиашоу. В небо над Самарой завороженно смотрела и Марианна Мирная. Самарский край, ты сердце всей России. Моя душа с тобою молода. Самарский край, на свете красивей. Самарский край, мы вместе навсегда. С гимна Самарской области начался торжественный митинг на набережной на сцене возле памятника основателю Самары Григорию Засекину. С приветственным словом и пожеланиями всех благ трудящимся выступил губернатор Николай Меркушкин. 1 май символизирует мир и созидание, добро и справедливость. Олицетворяет сплоченность и солидарность трудящихся. А сегодня это замечательный праздник. Это прежде всего дань уважения к людям труда. В завершении митинга награждение лучших предприятий области. Вместо дипломов и медалей почетные знамена за победу в конкурсе молодые профессионалы. Потом экскурсионная прогулка по площадкам, которые приготовили учебные заведения Самары. У педагогов детской направленности, у техников инновационные идеи. Мини-робот реагирует на движение пока только для развлечения публики, но в будущем может стать помощником человека в быту. Может быть, в помощь просто людям, где это в каких-то, не знаю, сферах. Там облегчить чисто жизнь. Не знаю, может, можно создать потом робота, мыть посуду, убирать дом. Красивым завершением официальной части стало авиашоу. Вертолеты взмывали в дождливое небо, исполняя фигуры высшего пилотажа и пронося над Самарой российские флаги. Мариана Мирная, Максим Гусев, События. Новое лицо старого города, своего преображения ждет исторический центр. Масштабная работа регионального правительства и администрации города по реставрации фасадов уже началась. Принять участие в восстановлении фасадов домов изъявили желание и частные компании. Подробнее расскажет Марина Матвейшина. В Самаре возвращают историческое лицо. В городе реставрируют фасады зданий, имеющих историческую ценность. В этом году такие работы коснутся почти двухсот зданий. Большинство из них – жилые дома, где кроме муниципалитет, региональных и федеральных ведомств есть и другие собственники. По поручению мэра Самара Олега Фурсова проведены переговоры с частными инвесторами. Их приглашают к участию в преображении города. Компании уже начали откликаться. Реставрацию 17 фасадов бизнесмены берут на себя. Городские власти ищут спонсоров на еще как минимум 11 домов. Если кто-то там запаздывает, надо как-то этих людей стимулировать, чтобы побыстрее выходили, проводили необходимые ремонтные работы. Потому что очень быстро лето завершится. Работа эта постоянно ведется. И надеемся, что количество спонсоров будет увеличиваться. Эта работа у нас проводится совместно с департаментом градостроительства. Преображать город будут помогать и студенты архитектурно-строительного университета. Такой договоренности с ВУЗом достигли в департаменте градостроительства Самары. Предварительно уже согласие есть по участию студентов и архитектурного факультета в проведении непосредственно реставрационных работ и в разработке актуальных дизайн-проектов по оформлению города. Основные работы по восстановлению фасадов будут сосредоточены на улицах, которые входят в гостевой маршрут к Чемпионату мира по футболу 2018. Это и исторический центр Самары, и объекты на въездах в город. Марина Матвеевна, Григорий Плешаков, События. Дискуссия в режиме онлайн. В Самаре состоялся еще один раунд дебатов участников предварительного голосования партии «Единая Россия». Дебаты – один из ключевых элементов внутрипартийного отбора кандидатов на предстоящую выборную кампанию. По нынешним правилам, каждый, кто планирует принять участие в выборах в Госдуму, должен как минимум дважды прийти в эту студию. Встречи в эфире прошли по всей стране. В режиме онлайн обсуждаются самые злободневные вопросы. В Самарском отделении тема дискуссии – сбережение нации, образование, здравоохранение, социальная политика. Тема, я считаю, самой главной, которая вообще может быть. Потому что главные все-таки – это люди, которые живут в Самаре, которые хотят жить лучше, которые хотят, чтобы дети получали нормальное образование, чтобы было нормальное здравоохранение, и человек как можно дольше жил. Реконструкция стадиона «Нефтяник» начнется уже в этом году. Об этом сообщил глава города Олег Фурсов на встрече с жителями Куйбышевского района. Задать вопрос мэру мог каждая, это уже восьмая встреча с горожанами. О чем на этот раз, спрашивали Олега Фурсова, расскажет Лариса Шалафаст. Основная часть встречи посвящена ответам на вопросы горожан. Людей волнует внешний вид района, состояние дорог. В этом году капитальный ремонт пройдет на 18 улицах. Проведут текущий ремонт картами свыше 100 метров. В Куйбышевском районе отремонтируют улицы Воинская, Шоссейная, Народная, Белорусская, Новокуйбышевское шоссе и ряд других. Также в районе продолжится развитие социальной инфраструктуры. Что планируется, как организована работа по развитию физической культуры для молодежи Куйбышевского района? Девять площадок будет у вас открыто в течение этого года. У нас руководитель департамента спорта об этом сказал. Я в докладе говорил о том, что в этом году начнется реконструкция стадиона «Нефтяник». Она была прекращена из-за недобросовестного подрядчика. В этом году губернатор пообещал выделение необходимых средств. Поэтому стадион будет хороший у вас. Жители Куйбышевского района задавали вопросы о благоустройстве и освещении дворов, ремонте внутриквартальных проездов, услугах ЖКХ и капитальном ремонте. Много жалоб поступило по поводу алкогольных магазинов. В доме номер 29 по улице Пугачевский тракт тоже открыт пивной магазин. Мы устали жить с этого дома, с ними общаться. Кому только мы не обращались, и в полицию, и к участковому, и в администрацию. Они нам говорят, у них документы оформлены. Обратите внимание на этот адрес. Я хочу сказать о том, что комиссия межведомственная работает. Значит, ходит налоговая инспекция, полиция, управление по контролю за оборотом наркотиков, миграционная служба, по-моему, еще Роснадзор. И там людей наказывают по полной программе. Мы хотим этих людей заставить работать так, как это нужно обществу, а не так, как они хотят. Обсудили на встрече и вопрос организации движения общественного транспорта в строящемся микрорайоне «Волгарь». Многие дома уже заселены, и для жителей планируется пустить маршрутный автобус по улице Осетинская. С просьбой отремонтировать кровлю обратились жители дома 14 по улице Центральная. Также люди попросили привезти землю для полисадников. Нам никак не привезут землю для того, чтобы посадить цветы. Мы сколько уже обращались к начальнику ТОС, и до сих пор не привезут нам землю. Землю привезут 15 мая, вот глава района сказал, пообещал. А по поводу, значит, крыши, 4 мая у вас начнется ремонт. Общение с жителями продолжалось три часа. Каждое обращение принято в работу. Это уже восьмая встреча с жителями. Следующая пройдет в Красноглинском районе. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. История от первого лица. Заслуженный строитель России Виталий Симонов рассказал молодежи о том, как появилась улица Старозагора. В этом году она отмечает полувековой юбилей. Свой вопрос строителю задала и Валерия Макарова. Всю жизнь отдал строительству, рассказывает Виталий Алексеевич Симонов. 36 лет он отработал в Самарском тресте номер 11. Его специалисты построили всю промышленную беземянку. И новый город от улицы Полевой до Алматинской. Старозагора тоже их детище. В ее строительстве участвовал и Виталий Алексеевич. Самый близкий, родной, любимый, конечно, кинотеатр Шибка. Потому что эта судьба строительства этого объекта связана с целым рядом интересных событий. И, конечно, это был самый крупнейший на тысячу мест кинотеатр в Куберской в то время области. Побывать строителю удалось и на Болгарской горе Шибка, где проходили кровавые сражения с турками. Своими воспоминаниями он поделился с волонтерами. Эти ребята будут помогать на праздниках в честь юбилея улицы Старозагора. Недавно экскурсию по ней для волонтеров провел известный историк Глеб Алексушин. Так что теперь историю улицы они знают от и до. Я живу на улице Старозагора уже больше 10 лет. И когда я была на экскурсии, я посмотрела на эту улицу вообще с другой стороны. И сегодня я ожидаю такого же эффекта от этой встречи. Число волонтеров символично – 50. Столько же лет исполняется улица Старозагора. Валерия Макарова, Сергей Баскин, События. А теперь коротко о других темах дня. В 2016 году начнется капитальный ремонт площади Куйбышева. Это связано с подготовкой к фестивалю болельщиков Чемпионата мира по футболу 2018 года. На площади заменят асфальт, системы освещения и водоснабжения, благоустроят 4 сквера. И, кроме того, установят новейшее энергетическое оборудование для беспрерывного проведения на площади концертов и прямой трансляции матчей. В Самарской области начались выплаты зарплат работникам дочерных предприятий «Автоваз-агрегата». Для этого будут перечислены более 13 миллионов рублей. Основной акционер предприятия дал письменное обязательство губернатору Николаю Меркушкину о погашении задолженности. Оставшаяся сумма по зарплате за февраль-март 2016 года составляет 6 миллионов рублей. Новые испытания на право вношения голубого берета и тельняшки обязаны проходить военные. В Самарской области спецназовцы Центрального военного округа экзамен уже сдали. Кроме прыжков с парашютом, необходимо было на время совершить 20-километровый марш-бросок по пересеченной местности. Его самая сложная часть – проверка стрессоустойчивости на психологической полосе. Бойцы, которые успешно справились с задачей, на финише получили отличительные знаки подразделений спецназначения. В Самаре намерены устроить пляж для инвалидов-колясочников. Его планируют расположить на Некрасовском спуске. Здесь будет предусмотрен специальный настил, кабина для переодевания, а также пандус для захода в воду инвалидов-колясочников. Сейчас в Самаре ищут подрядчика, который этим займется. Информация опубликована на сайте госзакупок. В его же обязанности войдет содержание городских пляжей в целом. Завтра, 5 мая, по ряду адресов в Самаре отключат горячую воду. Это связано с испытаниями тепловых сетей безымянской ТЭЦ. До 6 мая без горячей воды останутся дома в границах улиц Береговая, Земица, 22-го портсъезда, заводское шоссе, проезд Мальцево. Следующий этап гидравлических испытаний запланирован после майских праздников. На этот раз будут испытываться сети привокзальной отопительной котельной и Самарской ГРЭС. С расчетом на будущее молодые педагоги Самарской области собрались в Доме пионеров для обмена опытом. На открытых уроках побывали и наши корреспонденты. Сегодня все звонки только для учителей на областной форум собрались молодые педагоги дополнительного образования. Главное ограничение – это возраст участников не старше 30 лет. Основная цель тоже является обмен опытом, чтобы могли посмотреть, что есть в Самаре, Высоклахов, Тольятти, что есть вот такие замечательные талантливые педагоги. В глазах участников горит огонь. Огонь любви к профессии, которую они выбрали. Рядом с ними опытные педагоги молодеют душой. Наставники смотрят под новым углом зрения на то, что могут, умеют молодые педагоги. И, скорее всего, это еще получение заряда энергетики, драйва такого педагогической деятельности в работе с детьми. У каждой секции своя направленность, но каждый понимает ее по-своему. Все участники форума уже могут заявить о себе, что они – классные молодые педагоги. Сергей Кизоркин, Илья Овсяников, Григорий Плешаков. События. Время новостей спорта. И я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Самарцы вторую весну встречают с ретро-футболом турнир «Самара-запасная столица» прошел на локомотиве 3 мая. Место и время выбрано не случайно. В 1942 году на этом стадионе состоялся большой спортивный праздник – демонстрации силы духа и патриотизма после первой военной зимы. Кульминация – футбольный матч между командой железнодорожников и сборной командой заводчан авиапрома. Этот день считается днем рождения крыльев советов. Хотя любители футбола помнят баталии и мирного времени. Это один из первых стадионов в «Самаре». Он был построен в 2025 году. Построен, скажем так, всеми, кто был неравнодушен в то время к спорту, ну и вообще с жителями «Самары». Ну и буквально через 4 года на этом же стадионе состоялся первый международный матч между командой «Самары» и французской командой ФСК. В 1942 году «Локомотив» победил авиаторов 5-3. В прошлом году железнодорожники тоже праздновали успех со счетом 4-0. И, наконец-то, переходящий кубок запасной столицы завоевал авиапром. Для этого сегодня им понадобилось забить всего лишь один мяч. Победу капитан команды объясняет сыгранностью и сплоченностью футболистов. Наша команда неоднократно принимает участие в различных турнирах, проводимых под эгидой Роскосмоса и авиационной промышленности, где мы являемся чемпионами, неоднократно призерами. Как и 70 лет назад, сегодня игра между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» стала апогеем спортивного праздника. До этого матча состоялся турнир по мини-футболу среди 8 корпоративных команд. Это в очередной раз было доказательством, что футбол в «Самаре» больше, чем футбол. Все, что есть для развития футбола – кадры, спортивная инфраструктура, интересы детей и взрослых, пример команды, пример ветеранов. Вот такие пропагандистские акции – все у нас для этого есть. После ретро-матча футболисты разъехались по домам. А в 1942 году многие участники ушли добровольцами на фронт Великой Отечественной войны. Ковать совсем не спортивную победу. И это у них получилось 9 мая 1945 года. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. В «Самаре» появился трамвай, украшенный фотографиями известных спортсменов. Запустили на маршрут спортивный трамвай в день основания Центрального спортивного клуба армии. Чьи лица украсили, транспорт одной из первых увидела Юлия Север. Имя гордится Самара, их должен знать каждый. Фотографии лучших спортсменов ЦСКА теперь красуются на борта городского трамвая. С одной стороны уже прославленные спортсмены, победители Олимпиад и чемпионатов мира. С другой – молодые самарские армейцы, подающие большие надежды. Беря пример вот с этих ребят, с этих людей, я думаю, наши ребятишки, да и просто жители города, начнут просто активно заниматься спортом. Кто-то из них станет олимпийским чемпионом, кто-то – чемпионом мира. Поэтому такие акции, если мы будем проводить как можно чаще и как можно больше, я считаю, что жить станет легче. Очень много армейцев, спортсменов Самары, которые прославляют наш город. Но мы еще преследовали цель как военно-патриотическое воспитание. История Самары и история ЦСКА связана очень давно. Если клуб создан был в 23-м году в Москве, то буквально в 24-м году в Самаре при окружном доме офицеров была создана спортивная секция. Чемпиона по плаванию Александр Кудашева. Новость о том, что его фотография будет украшать спортивный трамвай, сильно удивила. Но скромничать не захотел. Стать лицом транспортного средства согласился, не раздумывая. Если бы я был обычным человеком и увидел на трамвае таких ребят, как мы, во-первых, я был горд, что в Самарской области есть такие люди, которые чего-то уже достигли в своей жизни. Если бы я даже был человеком молодым, такой лет 30, например, я бы обязательно своего ребенка отдал в спорт. Символично, что трамвай, украшенный фотографиями спортсменов ЦСКА, вышел на маршрут в день основания армейского клуба. Покататься на нем смогут все, кому по пути 18 маршрут. Юлия Север, Станислав Левин. События. О войне в песнях. Студенты Института культуры показали спектакль, помним оставших легендую днях. Он прошел в рамках международной акции «Читаем детям о войне». Композиции из советского кино, песни, которые сочиняли на фронте, вся постановка, музыкальный экскурс во времена Великой Отечественной от первого и до последнего дня. К фронтовому прошлому прикоснулась и Алина Чемерес. Не прячьтесь вы, будьте высокими, не жалейте ни боль, ни крана. Прощаясь на сцене, они переживают те же чувства, что их бабушки и дедушки, расставаясь в начале войны. Песни, которые на слуху у каждого в музыкальной постановке студентов Института культуры, выстроились в хронологическую цепочку. Великой Отечественной от первого дня и до победы, по словам юных артистов, они будто шагнули на 70 лет назад. Когда начинаешь понимать эти эмоции... Это становится ближе. Это становится твоим тоже. Ты как будто становишься соучастником истории. Военная форма, кадры кинохроники и вызывающий тревогу красный свет. Все для того, чтобы задеть за душу каждого посетителя. Музыкальный спектакль, помним, оставших легендую днях, поставили год назад к юбилею победы. В преддверии праздника его вновь показали зрителям. Репетировали в юношеской библиотеке. Ее зал и стал сценой для молодых актеров. И значит нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. И те песни, которые в принципе, может быть, на первый взгляд, для них были пустым звуком. Когда они о них думались, когда они поняли, что пережили эти люди, и что они так же хотели любить, так же хотели быть молодыми, так же хотели рожать детей, так же хотели быть нужными этому миру. И на их долю выпало такое испытание. Вот это все через себя пропустив, молодые студенты, они становятся артистами. В землянке на безымянной высоте случайный вальс. Юные артисты уверены, чувства, которые человек переживает на войне, лучше всего отражаются именно в песнях. Алина Чемери, Станислав Левин, События. Из Франции с триумфом. Учащиеся Самарской детской музыкальной школы привезли медали с международного фестиваля детского и юношеского творчества «Роза ветров». Чем удивили французов, самарские музыканты, расскажет Марина Матвейшина. Пять дней поездки во Францию, а впечатлений на годы вперед. В Самару с триумфом возвращаются учащиеся детской музыкальной школы. Ребята представляли страну и родной город на международном фестивале детского и юношеского творчества «Роза ветров». В конкурсе принимали участие юные музыканты из разных стран. Но самарцы поразили и публику, и строжайшие жюри фестиваля своей виртуозной и очень искренней игрой. Оркестр русских народных инструментов «Самоцветы» получил гран-при. Мне понравилось выступать там. Мне понравились люди вообще познакомиться с ними, поговорить вживую. Мы жили в семьях с людьми, и у кого-то были дети. У нас была встреча русско-французской молодежи. Мы учили их песни, они учили наши песни. Мы изучали друг друга языки. Фестивальная программа не ограничивалась концертами и выступлениями. Ребята вместе с педагогами познакомились с достопримечательностями всех городов на пути следования во Францию и обратно. Много городов, столько впечатлений. Дрезден, Варшава, Вроцлав, Париж. У нас каждый день столько впечатлений, что мы устали уже удивляться под конец. Полный сил и эмоций ребята обещают и впредь играть так, что вас о марских музыкантах услышал весь мир. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложение и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова